Ребята, всем привет! Все-таки в Казахстане идет реальная борьба с коррупцией. Это вам не хухры-мухры. И здесь можно даже похвастаться. Неужели власть серьезно занялась чисткой своих рядов? Ну и вот, как сообщает сайт Информбюро, вице-министра энергетики Джек Салиева поместили под домашний арест. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при очистке озер в Боровом. Ну и кто не знает, там любит отдыхать наш президент Нурсултан Абишич Назарбаев. Он приезжает туда часто, чтобы подышать свежим воздухом. И Боровой раньше был всесоюзной профилакторией, где проходили реабилитацию именно те, кто болел туберкулезом. Именно воздух Борового позволяет окончательно исцелиться человеку от этих палочек кока. Далее конкретной информации. Нацбюро изобличены противоправные действия вице-министра. В ходе приемки работы по очистке озер в Щучинской Боровой курортной зоне он подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации и заведомо знает, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз. Ну в принципе привычная картина для Казахстана как бы. Он незаконно подписал акты об извлечении со дна водоема 109 тысяч кубометров ила на общую сумму 863 миллиона тенге, которые в дальнейшем перечислены подрядчику. И вот интересный факт. Извлечение этого ила должно было быть из озера Красу. Ее размер примерно 2 футбольных поля и огражено высокими заборами. Ее называют резиденцией президента Казахстана. Ну как-то так. Дальше читать не буду, если хотите более подробно узнать, я оставлю ссылку под видео. Могу лишь добавить со своей стороны, что борьба с коррупцией должна вестись не только там, где человек не может пройтись по белому бархатному песочку, а везде, по всему Казахстану, по всем тем, кто запускает свою лапу в бюджет казахстанский. А это возможно лишь только в том случае, если действительно политическая система будет меняться в сторону демократизации. А пока этого нет, это всего лишь мышиная возня, это всего лишь борьба кланов и вышибаются самые слабые. Ну, как-то так. У кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно подискутировать на эту тему. Ну и ставим лайк и подписываемся на канал, кому понравился ролик. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!